В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Стрит-дэнс или уличные танцы уже давно вышли на профессиональный уровень. Специалисты разделяют их на несколько жанров. Хип-хоп, хаус, локинг, крамп, брейкдаунс и другие. Все это демонстрировали участники фестиваля «Танцуют все», который Радио Ди Фэм Челябинск организует уже второй год подряд. Прошлый год был очень успешным, огромное количество заявок, и мы увидели огромное число талантливых людей. Это отличный шанс дать молодым талантам продвинуть себя без использования денег, потому что мы понимаем, что мы живем в такое время, когда деньги решают многое. Каждая команда ответственно подошла не только к подготовке танцевального номера, но и к выбору костюмов. Вообще уличные направления – это хип-хоп, паппинг, хаус, крамп, а есть экспериментал. Такой костюм, потому что мы больше хотим показать какой-то смысл, и он более загадочный, когда закрывается большая часть тела. Ну, у нас, получается, номер «Дэнс Хоу» здесь «Дэнс». И мы как-то особо ему в этом номере не придерживаемся. Больше на хип-хоп уходит. Нам захотелось что-нибудь красного, поэтому мы долго искали, тем более нас много в коллективе. Это еще не все, кто выступал здесь, поэтому мы с трудом нашли, но нашли, что хотели. В состав судейской коллегии входила участница популярного танцевального телешоу Анастасия Волкова, которая на фестивале провела свой личный мастер-класс для участников. Подготовка довольно-таки неплохая. Есть вообще команды, которые прям поразили меня. Я думала, в Челябинске, ну, знаете, такой средний уровень, но поняла, что уровень тут высокий. Прям некоторые команды меня заворожили. Все участники фестиваля получили подарки, новые впечатления, а самое главное, обменялись своим личным опытом. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Годовщину Великой Победы в нашем городе отмечают не только традиционным парадом, торжественными встречами и приемами ветеранов, но и танцевальным перформансом. Вот уже третий год подряд по инициативе танцевального клуба «Голоденс Риверсайт» проходит проект «Вальс Победы». На этот раз более 90 пар, в основном это внуки ветеранов войны, загружились в вихре того самого вальса, который танцевали в далеком 45-м. Третий год уже проходит мероприятие. И хореография, ну, с каждым годом становится сложнее. Рисунок общий становится сложнее. Они очень быстро справляются. Я нашла большую эмоцию. Уже в первый год мы поняли, что это будет не один раз, что это будет повторяться. Все остались и все с радостью приходили, как-то отменяли свои дела ради репетиции, ради того, чтобы порадовать наших ветеранов. Видно, что они проникаются идеей общей. И все как один, даже если мы об этом их не просили, вот, задают невероятную атмосферу. Ну, это очень важно. Хотелось сказать, хоть как-то отблагодарить ветеранов. Не просто словами, а делом. Чтобы они как-то видели нашу отдачу, что мы им правда благодарны, решили выразить это танцем. Сложно некоторые элементы было выполнить. Мы научились благодаря нашим преподавателям. Вальши отлично, шикарно. Все танцевали супер. Молодцы. У них чувствуется такая ответственность вообще. Они, как сказать, теплом все прогреты. Здесь молодежь. Это наша смена. И очень хорошо, что они поддержали то, что отвоевали наши отцы, деды, прадеды. Хочется вот именно молодежь тоже поздавить. Хоть они и не видели войны, но крылом войны был задет и каждый. Судя по тому, что количество желающих принять участие в вальсе Победы с каждым годом увеличивается, можно с уверенностью сказать, что такой формат выражения благодарности ветеранам станет доброй традицией нашего города. Елена Миро. Итальянская одежда с расширенным размерным рядом. Межсезонная распродажа, скидки до 40% на новую коллекцию. Проспект Ленина, 65. Средняя общеобразовательная школа «Пеликан» объявляет набор учащихся с 1 по 11 класс. За 18 лет работы мы собрали коллектив опытных и преданных своей профессии учителей. Подробнее о школе на сайте pelikan74.com. Запись на экскурсии по телефонам 264-6109-214-59-99. Тайвай. Все виды тайского и балийского массажа в премиум формате. Территория тайского СПА Тайвай. Российская, 206. Телефон 223-23-20. Подробное описание СПА-программ ищите на сайте taiwai.rf. Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске несколько актуальных моделей из коллекции наступившего сезона. Сложно сказать, что эта модель является трендовой. Скорее, она относится к категории must-have. Сорочка или, привычнее сказать, рубашка из натуральной ткани не раз пригодится наступающим летом. Она не такая упрощенная, как футболка или майка, а значит, может придавать образу тона страты и стильности и быть уместной во всех обстоятельствах. Полоска относит нас к деловой обстановке. В сочетании с укороченными брюками удлиненная модель сорочки с помощью одних лишь линий создает интеллектуальный шарм, присущий стилю Smart Casual. Та же полоска, но с этническим узором, выглядит более дружественно и расслабленно, но она по-прежнему уместна в офисной обстановке, к тому же очень эффектна. Классическая сорочка в модных цветах сезона, например, в оттенке лазурь, выведет образ на ультрамодный уровень, а принтованные модели обязательно добавят эмоций. Другими словами, в это время года понадобится не одна модель блузы. Кстати, выбрать есть из чего. Это Beauty Time. Далее о выпуске «Мода как бизнес». Истории о тех, кто решил проявить себя именно на этом поприще. Она нашла себя сразу в двух профессиях – педагога и дизайнера одежды. Преподаватель Южноуральского государственного гуманитарно-педагогического университета Анастасия Подмарева в этом году стала лауреатом фестиваля «Платье города». О творчестве, вдохновении, современных тенденциях и интерпретации этнической темы Анастасия рассказывает в нашем проекте. В детстве вообще у меня никогда не получалось наружать пупсиков. Всегда все дизайнеры говорят о том, что я с детства любила брать тканюшечки, шить какую-то одежду, одевать пупсиков. У меня никогда не получалось. У меня всегда были, скажем так, проблемы с кроем, с тем, как нитку в иголку вставить. Когда стал выбор, скажем так, вопрос о выборе профессии, хотела заниматься творчеством и либо художником, но для художника у меня было очень мало навыков. У меня были мысли поступать в наше художное училище, но туда без художного образования не брали. Либо вот в педагогическом университете на дизайнеры тоже было интересно. Я изначально училась учить дизайну, поэтому, безусловно, нельзя учить тому, что сам не умеешь. Подшить начала я, наверное, курсе на третьем-четвертом, когда я купила свою собственную швейную машинку, и у меня появилась вот она дома, новая, красивая, и начала создавать для себя ткани. Именно как дизайнер в конкурсах я начала участвовать, наверное, с 2011 года. Когда как раз уже пошла работать, я работала в колледже с художниками по костюму, и мы с ними создавали коллекции, и ездили как раз и в Москве мы были, и в Сочи были. Я участвовала в различных конкурсах наравне со студентами и пыталась развиваться таким образом. Очень радует, когда что-то получается выиграть, но, знаете, так, звездной болезни нет. Ну, выиграла. Это один шаг, то есть на этом останавливаться нельзя, надо идти дальше. В школе и первые курсы вуза мне очень нравилась пацанская одежда, такой пацанский стиль. Я была привержена самой рок-музыки, носила очень широкие брюки с черепами, с металлом и так далее. Непосредственно мои дизайнерские, скажем так, взгляды, они формировались уже ближе к старшим курсам университета и в процессе моей деятельности творческой после окончания вуза. Сейчас мне ближе это направление, то есть мне очень нравятся наши народные истоки в костюме, их интерпретация в современную моду, как можно работать с фактурами, с цветом. Для меня первоочередно форма. Для кого-то цвет, для кого-то фактура. Я отталкиваюсь от формы, а потом уже насыщаю своей коллекцией цветом и фактурами, и декоративными отделками какими-то. Интереснее одевать кого-нибудь. Сейчас интересно одевать, разрабатывать на модели, создавать какие-то сложные, может быть, формы дизайнерские, именно подиумного образца. Интересно придумывать полностью образ, придумывать историю для этого образа. Прежде чем приступить к разработке той или иной модели, коллекции, конечно же, изучается творческий источник. Изучается его форма, берется прям фотография, делается копия, рисуется копия, изучая все мальчайшие детали. Это, конечно, фантастика, когда есть идея, потом видно эскизы, и вот они готовы. А сейчас это плюс еще очень легко сделать фотосессию, так как хочется самому автору. Ну, это здорово. Модные тенденции, безусловно, я смотрю, без них нельзя развиваться. Какие-то интересные фишки я там тоже черпаю, собираю различные. Делаю зарисовки с наиболее ярких показов, чтобы знать, что вот в этот творятничок можно вот таким образом изменить и использовать в своей коллекции. Я смотрю тенденции, скажем так, которые близки моей эстетике. Например, сейчас очень популярна длина миди, мне очень нравится длина миди. Популярны разноцветные различные примты, очень складывается, опять-таки, моя история с примтами хорошо, и этническая мода с примтами, они взаимосвязаны. В современном модном пространстве можно выбирать любое направление, оно будет актуально. Главное, его интерпретировать правильно. В первую очередь, меня интересует русская культура. Оно, скажем так, она богата, она интересна, она многогранна, и она несет в себе какой-то культурный смысл. Может быть, самоидентификация какая-то происходит, лично у меня. А мне, например, интересна в народном костюме его форма, сочетание разнофактурных материалов. То есть, опять-таки, если взять историю, то у нас одежду шили из того, что было дома. Из кусочков каких-то, из домотканных, нешироких полос добавляли различные орнаменты. И, соответственно, сочетание разнофактурных материалов, сочетание разноцветных материалов, плюс сочетание орнаментов. Русский орнамент, да, конечно, он имеет богатую свою символику. Каждый значочек, каждая закорючечка имела свой сакральный какой-то смысл. Понятно, что в моих коллекциях не всегда можно прочитать, что именно народный костюм является, скажем так, источником для вдохновения. Но вот интерпретация, как я ее пропустила через себя, как она родилась в том или ином виде, в современном. Этой весной в Бьюти Тайм проект «Красивое тело». Об идеальной фигуре мы говорим с экспертами с точки зрения генетики, эндокринологии и косметологии. С практической точки зрения важно, конечно, знать гены, но еще важнее уметь управлять ими. На основе генетических исследований специалисты подбирают индивидуальную специальную программу, которая позволяет наиболее эффективно допустить процессы выделения и детоксикации в организме. Смысл всех этих анализов заключается в том, что не только в том, чтобы сказать, есть ли у человека риск ожирения или нет. Я не думаю, что он будет очень рад услышать о том, что у него есть риск ожирения. Он хочет знать, как этого избежать. Три точки зрения на детоксикацию и очищение организма. Клиника лазерной хирургии и косметологии «Диплекс». Легендарная клиника, где меняются судьбы. Телефон 211-23-23. Информационный портал «Моя новая жизнь.рф». Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда на Sony Кривой 30. Женщина. Бесценный бриллиант. А бриллиант должен быть достойно оправлен. Магазин белья и колготок «Стильпарк». Это стильное нижнее белье. Удобная одежда для дома. Большой выбор купальников и колготок. «Стильпарк». ТРК «Родник». Первый этаж. В кинотеатрах «Киномакс» все фильмы за 99 рублей до 11 утра. Сезон опен-эйров еще не начался, а значит самое время завершить сезон так называемых «инсайт-вечеринок». Одну из таких посетила на прошлой неделе наша съемочная группа. Что может быть интересней самой летной вечеринке? Конечно, подготовка к ней. Встреча подружек, эмоциональные сборы, обсуждение последних новостей. Такой частный формат команда визажистов «Френды» решили сделать вполне официальным. Так родился проект «Бьюти-дивишник». Сегодня мы девчонкам расставляем модные акценты, делимся с ними секретиками, которые можно использовать в обычной жизни, которые можно применить при походе на вечеринку, на какую-то тусовку. Делаем легкие завивки, легкие укладки. Ну вообще, каждая девчонка очень любит, когда у нее появляются на лице губы. Особенно, когда губы какие-то необычные, сочные, насыщенные. Это все сразу настроение повышается, сразу она начинает любоваться с собой в зеркало. Нам действительно мало быть просто бьюти-студии, в которых создаются красивые образы. Мы об атмосфере, мы о настроении, мы об объединении девушек. Мы хотим, чтобы как можно больше девчонок приходило к нам, объединялось с нами в один клуб, в одну такую крутую атмосферу легкости, натуральности, естественности и женственности. Дивишник – явление специфическое. Ограничений по темам для разговоров нет. А потому истории с пикантными подробностями и бьюти-лайфхаками следуют одна за одной. Получился такой очень неординарный подход. Мне пришлось за колготками в крупную сетку ехать из Москвы за МКАД в Реутов. И мало того, что я туда приехала, их купила, так я должна была назад ехать на электричке, а электричку закрыли на два часа. А на неделю моды мне нужно было там буквально через 3-4 часа уже как бы попасть и там быть. И хвала небесам, там рядом было метро, и мне пришлось дойти туда и доехать уже в Москву. В общем, да, я не я, если ради стиля что-то такое не сделаю. На самом деле все было примерно как и сегодня. Мы собирались повеселиться с девочками, там, не знаю, чай, шампанское, какое было настроение. Потом в ужасе вспоминали, что 5 минут до выхода, и надо срочно собираться, и просто в панике, там, кто помаду, кто теник, кто что смог. Вот, не сегодня у меня было точно так же. Я летела с работы, думаю, а, помада мой вариант, и все. Поэтому помада это 100% бьюти лайфхак вообще для тех, кто куда-то быстро супер собирается. Я могу рассказать, как сделать крутое амбре. Вот сейчас визажисты этим всем занимаются. Нет, это все фигня. Красишь губы в красный цвет, целуешь подругу с розовым цветом, и у тебя амбре. Ну, собственно, блестки держатся практически на всем липком. Достаточно, допустим, как у меня сегодня, на бровях сделать блестки. Это всего лишь гель для бровей и блестки, которые можно купить в любом магазине. Гостям бьюти девичника пришелся по вкусу такой подход к отдыху и развлечениям. По замыслу организаторов, его будут проводить раз в месяц в обязательном порядке, а также по заявкам, например, по случаю дня рождения. Все выпуски Бьюти Тайм, новости и анонсы модных событий на сайте БТ-31 ТВ. На наших страницах в соцсетях и ютуб-канале Бьюти Тайм. А на этом выпуск завершен. До встречи. Программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику. 211 50 30. Стилисты проекта. Модный дом «Я». Имидж-студия Елены Ивановой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...